Последние годы у вас много поменялось, в том плане, что вы стали в Америке тренироваться. Как вы пишете перемены между тренировочным процессом, как это было раньше в России, как происходило сейчас с американским тренером? Тренер просто был один, режим, все то же самое. Просто тренер другой, немножко другие тренировки. Мы также тренируемся в России, по возможности, наверное, в Германии будет тренироваться. Просто Хэдди Атвас еще работает на телевидении и сайтом не может пока уехать надолго в Россию и в Германию, поэтому в Америке. Но все-таки методы, вот я по сравнению с тренировками, у меня все-таки разные. Ну, у каждого тренера разные методы. Но в чем, в чем по-другому у него, чем это в Белом раньше было? Что он принес такое совсем новое? Не то, что новое, просто больше внимания застрянного, защиты, подхода в ближний бой, как правильно подойти, сблизиться правильно, чтобы не пропускать удары. И работу в ближнем бою. Как вы сейчас чувствуете себя? Мне кажется, что поджага стали, он чуть больше, там немножко физически изменился за последнее время. Да, физически изменился. Кто сейчас немножко отъелся, доставляли все есть атаку. Несколько месяцев назад сильно похудел, сейчас поправил, весил, вес заходил вообще до 98, сейчас на 102, наверное, 123. Ну, пару слов о предстоящем бою, как бы, что вы планируете, как я хотел бы выступить? Планирую. Планирую наработать свои отработки, которые мы тренируем. Просто, как бы, бой такой, не как, не как там, для победы, не как для опыта, для новой техники, чтобы больше ее усвоить, лучше ее усвоить, для этого. Как бы, ну, все-таки вы чувствуете, что немножко изменитесь, как боксер, вот, что вот, как бы, стали немножко по-другому передвигаться, вот, последний бой с Нолоном показал, что вы, как бы, стали, вот, тактические перемены произошли, если мне кажется, довольно существенные. Ну, да, глобовой атаки уже нет, ну, еще осталось немножко, а так стараюсь всегда заходить сбоку. Я про это говорю, что большое время уделяется защите.